Мама. Так мы называем самого родного и любимого своего человека. Это первое слово, которое произносит ребенок. На всех языках мира оно звучит ласково, тепло и нежно. «Мама – наше все». Под таким названием в Одинцовском районе прошел второй этап конкурса, в котором приняли участие самые активные, талантливые и многодетные мамочки. Наша цель – это объединить наших мамочек и показать им, что многодетная мама – это здорово, что наши мамы не просто – это наше все, а наши мамы – это могут все, скорее всего, так. И как раз этот конкурс у нас показывает, какие мамы у нас красивые. То есть первый этап – это у нас был именно фотоконкурс. Второй этап, который сейчас у нас проходит – это кулинарный поединок. Этот этап включал в себя приготовление холодной закуски. Опытная жюри во главе с шеф-поваром оценивала кулинарное искусство по нескольким критериям, начиная от презентации блюда и заканчивая его составом. Впрочем, внешний вид участниц также принимался в расчет. Такие конкурсы позволяют многодетным мамочкам не только провести весело свой досуг, приобрести новые знакомства, но и продемонстрировать свои кулинарные способности. Давайте узнаем у участниц, что же они готовят. Здравствуйте, что вы готовите? Я готовлю семейную весеннюю закуску. Море витаминов для моей семьи. Праздник получился семейным и по-домашнему уютным. За каждую участницу конкурса болела дружная команда поддержки. Наша мама лучше всех! Канапе ее успех! Сами мамы честно признались, что волнение не отпускало до последнего, а подготовка к конкурсу отняла немало времени и энергии. Ночью шили халаты, фартуки, колпаки, все обмундирование. Хотим, в принципе, готовить я люблю, хорошо готовлю. Это не проблема для меня, я не боюсь, уже руки чешутся. Организаторы считают, что конкурсы в таком формате необходимы, ведь подготовка и выступление позволяют с пользой провести семейный досуг. Именно многодетные – это те семьи, которые помогают рождать новых россиян. И поэтому поддержка должна звучать не только на государственном уровне, как в отделении земельных участков, в отделении каких-то льгот для многодетных, а еще вот таких. Вот у нас комиссия по предпринимательству общественной палаты решила организовать вот такой конкурс. В этом дружном конкурсе проигравших точно нет. Каждой участнице достался памятный подарок. И в придачу отличное настроение. Ну а конкурс продолжается. Впереди третий этап и финал, который пройдет в конце мая. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».